В Держинском прошли публичные слушания по объединению городского округа с люберцами. На встрече присутствовали областной и муниципальные депутаты, представители политических партий, почетные граждане, руководители общественных организаций и местные жители. Все подробности в материале моих коллег. Публичные слушания по объединению городских округов Держинские люберцы собрали полный зал. Тема очень важная и вызывает у жителей много вопросов. Право первым высказать свое мнение предоставили наместнику Николу Грешского монастыря, епископу Егоревскому Мефодию. Вспомним, как наш монастырь устраивался трудами святого Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. Очень разные были точки зрения. Трудно было сопротивляться татарам, монголам, которые шли на нас, мамаю. Но вот если бы не объединили силы тогда, то, может быть, мы бы сейчас с вами здесь и не были. Объединить силы необходимо и сейчас для выхода Держинского из кризисного положения. Именно так аргументировали свое решение муниципальные депутаты. В конце сентября они проголосовали за слияние двух соседних округов, которые до 1996 года были единым целым. Помимо политической работы, депутатской, я являюсь директором спортивной школы Олимпийского резерва. У нас здание 87-го года постройки. У нас нет ни одного современного спортивного объекта. У нас нет ни одного современного, современной школы. Лицей Парус – это единственное здание, которое было построено для наших детей. Если вы считаете, что наши дети хуже люберецких детей, хуже московских детей, если вы считаете, что мы здесь должны на протяжении 18 лет жить вот так, это выбор ваш. Я свое мнение открыто и честно заявил. О правах детей Держинского говорила Ирина Куршакова. На протяжении многих лет она помогает семьям, в которых воспитывают особенных детей. Основатель и директор благотворительного фонда, как никто другой, знает, с какими проблемами сталкиваются эти люди. Каждый из нас не застрахован в своем утробе увидеть больного ребенка. И сейчас наши мамы вздохнули. И я сейчас коротко скажу, как. У нас не было реабилитации вообще в городе. И когда силами фонда многодетства мы создали чат «Мама и Аболита», и 100 мам подтвердила, что у них нет реабилитации, и они ездят в Брест на ВДНХ и в городе ноль. Вы знаете это? Вы знаете? А сейчас наши дзержинские дети ходят в успешный современный Люберецкий реабилитационный центр. Знаете на какой улице? На Доркино 6. Три составляющих. Наши дети. Люберецкий реабилитационный центр и улица Доркино. Именно Люберецкая администрация уже два года помогает нашим детям здесь поднимать качество жизни. Помощь Люберчан жителям городского округа Дзержинский отметил и участник специальной военной операции Дмитрий Осипов. Герой также выразил желание принять участие в публичных слушаниях. Когда началась специальная военная операция, нас от города призвали, соответственно. Я сразу знал, что пойду, как бы скрывать нечего, все все знали. И нас отправили в Люберцах, и нас от города, честно говорю, ничем не снабжали, соответственно. Все снабжение дали нам в Люберцах. Когда нужны были какие-то хирургические вмешательства, я говорю свое мнение, вы можете оставаться при своем. Меня положили в Люберце, как бы. Ни в городе, ничто. Поэтому делайте выводы все сами. Я говорю, как по факту. Консолидированный бюджет объемом более 11 миллиардов рублей в год позволит в более короткие сроки погасить долги городского округа Дзержинский. Кроме того, объединение бюджетов даст возможность эффективно распределять средства по муниципальным программам. О том, что Дзержинский нуждается в скорейшей реабилитации, говорили почетные граждане города. В нашем городе есть такое предприятие, как ФЦДТ-Союз. Когда-то оно было называлось Люберецкое научно-производительное объединение. Главной задачей, которой мы сегодня занимаемся, это напряженнейший труд, связанный с созданием оборонной продукции. Я думаю, что мало кто в этом зале знает, ну, наши сотрудники знают, чего стоит сегодня работа на этом предприятии. Объемы продукции, которые мы сегодня выпускаем, увеличились в десятки раз. Сегодня ведутся великолепные стройки, развивается предприятие. Вот об этом надо говорить. Говорить о том, а что же, какое будущее у нашего города. Будущее, причем во всех аспектах. Развитие промышленности, развитие культуры на основе развития промышленности, развитие того, что, то, чем мы обладаем. Я 50 лет учил детей. Через нас прошли практически все мальчишки, да и почти все девчонки города. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда наши дети не могут нормально заниматься в силу того, что большие проблемы с финансированием. Мы не можем отправлять ребят на соревнования. Мы не можем полноценно заниматься тренировочной и воспитательной работой. В конечном итоге, ребята наши становятся слабее и болеют. Может, вы не замечали этого, а мы сталкиваемся регулярно с тем, что с каждым годом все больше и больше в городе больных детей. Мероприятие продлилось более полутора часов. Своё мнение по поводу объединения городских округов высказали около 30 человек. Ответы на все замечания и вопросы были даны на месте. Публичные слушания признаны состоявшимися.